МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Съезд проходит на фоне сложнейшего экономического положения Приднестровья. И сейчас ситуация хуже, чем в 2006-м, когда Молдова тоже устроила экономическую блокаду Приднестровья. Случилось это все аккурат за день до обращения бункерного деда к Федеральному собранию. Отчего даже самые ленивые задались вопросом, а не придумает ли Россия себе новый субъект Федерации? Особенно с тем учетом, что буквально только вот Небензе с трибуны ООН распинался, что экономическая блокада ОРДЛО стала одной из главных причин вторжения в Украину. Постмайданные радикалы и националисты встали на путь игнорирования основополагающих прав и свобод своих же соотечественников. Ввели финансовую и социальную блокаду жителям Донбасса. Чуть ли не каждый год принимали законы, все более усугубляющие положение населения Донбасса. На первый взгляд, принять очередное безумное решение ради образа собирателей земель русских вполне себе в стиле Путина. Кроме того, накануне выборов это наверняка вызовет эйфорию у глубинного народа. И даже не так из-за крошечного Приднестровья, как из-за необходимости пробивать наземный коридор к нему. А это значит, что Путин прямо даст понять всему миру, что любой ценой будет пытаться захватить Херсон, Николаев и Одессу. И именно об этом годами мечтали самые отбитые российские хомячки. Украина никогда не была Украиной. Украина – это наша с вами земля. Я не вижу никакой возможности, чтобы Россия осталась без Одесской области, нашей. А если Одесская, значит Николаевская. Потому что это Черное море. Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать Черное море внутренним морем России. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Но тех, у кого есть мозги в украинской колонии, прекрасно понимают, что Одессу Россия уже точно заберет домой. Но то, что Кремлю на бумаге кажется красивым, на практике вполне может обернуться для России настоящей катастрофой. Ну, во-первых, после интервью Такеру Карлсону часть трампистов пытается слепить из бункерного деда якобы адекватного политика, с которым можно вести переговоры. Итак, интервью Путина Такеру Карлсону уже посмотрели 105 миллионов человек. Охват колоссальнейший. Официально Путин самый популярный спикер на планете. Оно сейчас во всех мировых новостях. Это первое интервью западному журналисту после начала конфликта на Украине. На этом фоне аннексия территории уже не Украины, а Молдовы станет для трампистов перед выборами ударом под дых. То есть большой друг Вова снова костюм Трампа замажет кровавыми ручонками. И знаете, друзья, у нас есть большие сомнения, что царь настолько глуп, чтобы обменять бутылку пива сейчас на потенциальный ящик коньяка осенью. Стыдно сказать. Стыдно нам. То есть перспективы возможной аннексии очень сомнительны, особенно с тем учетом, что в полной мере насладиться потенциальным расширением Кремль не сможет. Это не Донбасс, куда можно было сначала пригнать танки, а потом условного шамана с концертом. Ну а в продолжение нашей культурной странички песня «Я русский». Так называется новый клип Ярослава Дронова, тульского парня, что выступает под сценическим псевдонимом «Шаман». Шаман выступает в любых условиях, иногда просто перед бойцами на улице, иногда в концертном зале. Дело в том, что подвывать «Я русский» из Приднестровья весьма проблематично, ведь ни наземного, ни воздушного сообщения с непризнанной республикой Россия не имеет. Ну а любая попытка десантной операции в нынешних реалиях равносильно самоубийству. Это раньше Кедми мог вылезти и о шести десантных кораблях рассказывать. А для Украины шесть десантных кораблей, которые могут взять одну-полторы штурмовых бригады морской пехоты. Это вполне достаточно, чтобы вся бандеровская сволочь, как только они будут приближаться к берегу, успела добежать до польской границы. А теперь у Черноморского флота все большие десантные корабли либо уже стали подводными лодками, либо ждут своего часа. В Черном море вблизи Алубки в ночь на 14 февраля уничтожен большой десантный корабль Черноморского флота России «Цезарь Куников». То есть для России Приднестровье сейчас это классический чемодан без ручки. Более того, Путин потенциальным решением о присоединении просто-напросто подставит жителей Террасполя и окрестностей под возможный удар. Окей. Предположим, Молдова, опасаясь ракет, не решится на военную операцию. Но вот для Украины минимум пять тысяч российских чмонь в тылу, безусловно, являются угрозой. И любая попытка с тех территорий показать рожки может закончиться для Приднестровья весьма плачевно. И что же в таком случае может сделать Кремль? Да ничего. Будут сидеть и обтекать от собственного бессилия. Хотя, если послушать отдельно взятых пропагандистов, то можно подумать, что исход войны уже предрешен, а войска Шойгу и компании по земле до Приднестровья за считанные месяцы дойдут. Генофикация будет очень долгая. Поэтому то, что мы говорим о демилитаризации территории 404, оно может пройти в кратчайшие сроки очень быстро. И для нас, признаться, подобная бравада сродни сладкой булочке. Ведь переоценка собственных сил всегда приводит не только к военным, но и к политическим ошибкам. Ну-ка, Виталий, давай ротовых побед побольше, так чтобы ожидания от СВО у глубинного народа росли. Авдеевка уже показала о том, что даже уроды из Азов просто свинтили оттуда. И такое будет происходить повсеместно. 8-9 месяцев и полное уничтожение территории 404 произойдет. При этом нельзя не отметить, что вот это вот чудо в перьях умением отвечать за свои слова никогда не отличалось. До начала так называемой спецоперации луганский любитель насиловать столы... Который раз дал за рог закончить дело предков, да бить фашистскую гадину. То и дело угрожал украинцам, мол, ух, как всех найду, ух, как всем покажу. Сидите смирно. Укропы. Да с богом. Может быть, останетесь живы. Сядете все. Надолго. Но вот настала большая война. На стороне Киселева воюет армия, которая больше украинской по всем параметрам. Здесь бы то насильник устала и реализовать свои давние угрозы. Но нет, как видите, по-прежнему воюет языком. Город Харьков очень крупный промышленный город, индустриальный город. И, конечно, он пойдет в пользу у нас. То, что они там приезжают и в Купенск, и в Часов Яры, говорят, что мы здесь не отдадим эти населенные пункты. Нет, это уже готовится к этому. Противник не в состоянии контролировать. Это типичная история для всего русского мира. В том смысле, что самые большие амбиции традиционно у тех, кого воевать силком не затянешь. Вы думаете, почему тот же Соловьев на каждом эфире губу раскатывает? Они нам дают дополнительный стимул добить Украину и забрать территорию, как компенсацию за те 300 миллиардов наших резервов, которые они у нас хлопнули. Соберем миллионов 10-15 под ружье поставим, ну и пройдемся по Европе. Ответ как бы совершенно очевиден. Ведь из теплой студии сражаться языком можно хоть круглосуточно. А вот додики, которые пачками подрываются на минах во время штурма очередной посадки. В отличие от Соловьева, имеют куда более скромные надежды и ожидания. Им не Николаев с Одессой нужны, а банально дожить до завтра. Тем более, что жесточайшее сопротивление украинской армии отмечают даже российские эксперты. У меня нет ощущения, что фронт сыпется. Сопротивление украинцев, в общем-то, достаточно упорное. Дерутся они за каждое село, а у нас впереди еще только на Донецком направлении. Такие достаточно крупные города, как Константиновка, Краматорск, Славянск, Дружковка. И это сейчас, когда из-за провиса союзников толком и снарядов-то нет. Но работа в этом плане идет. И нет сомнений, что через неделю штурмовые группы в полной мере почувствуют на себе еще и работу артиллерии. Кроме того, в САУ получат и сотни тысяч суперсовременных дронов, о чем уже заявил, например, президент Франции Макрон. Как отмечается, дроны будут оборудованы осколочными взрывными устройствами и искусственным интеллектом. Они автономны, сами обретают цели, идентифицируют их, после чего производят воздушный подрыв. Если хотя бы треть этих дронов выведет из строя по одному оккупанту, наступательный потенциал российской армии резко упадет. Ну а пока, конечно, Кремлевская и Останкинская рвань вполне может себе позволить банковать. Причем, что важно отметить, когда у России появляются хоть малейшие успехи на фронте, крышу пропагандистам срывает окончательно. Мы не знали, смеяться или плакать, слушая, как крикуны в Останкино принялись угрожать странам НАТО. Я думаю, там в Прибалтике многие выдохнули просто, да. Зря, зря. Надеемся, что это будет их последний выдох. И даже пообещали вернуть России Аляску, правда, мирным путем. Я думаю, что Аляска просто тихо и мирно отойдет нам безо всякого сопротивления. Мы сейчас посмотрим на западную границу Соединенных Штатов, где мы будем граничить с индейским государством Атслан. По западной границе поделим между Мексикой, ну и вообще индейским государством Атслан снизу, а мы сверху. Так что я думаю, что тут все понятно. И очень хочется уточнить, а с какого перепуга ребятки такую звезду поймали? После 10 лет штурма Авдеевки? Серьезно? Или после села Ласточкино, которое сейчас в России празднует так, будто взяли Берлин? Российские бойцы подняли флаг страны над поселком Ласточкино. Это под Авдеевкой. После взятия Авдеевки наша армия развивает успехи на фронте. Военкоры сообщают о занятии села Ласточкино, который находится к западу от Авдеевки. Ну это ж смешно. Но честное слово, когда люди настолько от реальности оторваны. Я могу достаточно ответственно заявить, что никаких планов на какое-либо контрнаступление, как минимум в 2024 году, у них точно нет. Даже если будут выделены все американские деньги, которые они просят, это не поможет Украине перейти в контрнаступление. Если будут выделены все европейские деньги, если будут переданы F-16, ничего из этого не поможет Украине перейти в контрнаступление. У них просто нет ни ресурсов, ни людей, ни денег. С другой стороны, ничего нового в подобной риторике нет. Современная Россия – это униженная страна, которая ждала, что покажет всем куськину мать, а в итоге оподливилась на глазах у всего мира. И это же не какие-то наши личные оценки. Нет. Посмотрите, например, что написал бывший депутат Единорос Марков на вторую годовщину начала так называемой СВО. Тема «Два года начала СВО» была проигнорирована российскими государственными СМИ. Видать, думали-думали, что правильно сказать, да так ничего и не придумали. То есть дату показательно проигнорировали совершенно все СМИ. Как вы думаете, почему? А ответ очевиден. Никто два года назад и подумать не мог, что типа «Великая страна» через такое время будет неделями обсуждать поселок Работино. Фронт пришел в движение. Наши войска начали наступательные действия сразу по нескольким направлениям. Жесточайшие бои идут в Запорожском направлении. Сейчас наши войска окружают село. Все подходы к населенному пункту полностью контролируются и простреливаются. Дороги, которые ведут к Работино, завалены обломками вражеской техники. Это изгоревшие БТР и подбитые танки, обломки вертолетов Ми-17. На Запорожском практически освобождено Работино. Это кадры штурма. 70-й полк. Видно, что бронегруппа ворвалась в поселок, ведет непрерывный агонь и высаживает десант. И это реальность, в которой они, ну и мы, живем. И, конечно, в таком положении россияне цепляются за любые победы. Раздувают из мухи слона. Кричат об обвале фронта. Нет, ребятки. Обвал фронта. Это когда 300 с лишним километров за неделю в Харьковской и Донецкой областях ушло. И ничего, как-то же вы это пережили. Ну и мы, Ласточкино, переживем. Главное, чтобы на каждое Ласточкино вы мяска в нынешних количествах оставляли. Ведь даже с российскими закромами этот ресурс точно не бесконечен. Редактор субтитров А.Семкин